Итак, мы поговорили с вами уже немного об историческом фоне первого и второго послания к Тимофею, и сейчас мы с вами продолжим. Мы поговорили о том, кем был Павел, кем был Тимофей, какие у них были взаимоотношения, о Божьей мудрости в том, что Бог свел их вместе. А сейчас я хотел бы, чтобы мы поговорили о городе Эфес. Вы можете сказать, «Эфес, почему это так важно?» В Эфесе Павел провел от двух с половиной до трех лет своей жизни. И насколько я знаю, Павел прожил в этом городе больше, чем в каком-либо другом городе после того, как он стал христианином. Он затратил много усилий на основании церкви в этом городе. И это тот город, в котором Павел оставил нести служение Тимофею. И мы рассмотрим стихи из Писания, которые показывают, какая была реакция Тимофея, когда он узнал об этом. Он не был сильно рад этому. Я могу представить себе момент расставания Павла и Тимофея, насколько тяжело это было для Тимофея. Но сейчас я хотел бы поговорить с вами о городе. Если бы у нас была возможность, я с удовольствием бы взял во собой путешествие в этот город, потому что это был удивительный город. Он был относительно богат. Это был город с развитой торговлей. Люди приезжали, торговали. Путешествуя, многие люди приезжали через этот город. Это был достаточно активный город. И считается, что в тот момент, когда там жил апостол Павел, в нем насчитывалось около 200 тысяч человек. Сейчас есть очень много городов, в которых большее число жителей. Даже в Курске намного больше, чем 200 тысяч жителей. Но для первого века это был огромный город. Очень большой город. Если бы в первом веке вы искали бы место, где начать служение, где основать церковь, даже не одну церковь, а несколько церквей, то этот город был бы таким местом. И именно поэтому Павел столько усилий затратил на основание церкви в этом городе. Нам рассказывали еще в начальной школе о том, что одно из семи чудес Древнего мира как раз находилось в этом городе. Это храм Артемиды Эфесской. Потрясающее строение. Мраморные колонны. Мраморный пол. Потрясающий пример архитектурного мастерства. Этот храм был центром поклонения богине Артемиде. Это поклонение сопровождалось аморальными действиями. Была храмовая проституция. И когда мы будем читать стихи из Писания, мы увидим, насколько важна была торговля идолами. В этом городе производилось и продавалось большое количество идолов. И когда пришло Евангелие, то оно стало рассматриваться как угроза для этого бизнеса. И это необходимо помнить, чтобы понять те истории, которые описаны в Библии об этом городе. В этом городе был огромный амфитеатр. Амфитеатр — это такое строение, круглая форма, и считается, что он вмещал 24 тысячи зрителей. И, конечно, сегодня есть залы, спортивные арены, концертные залы, которые вмещают гораздо больше, чем 20 тысяч зрителей, и это никого не удивляет. Но задумайтесь об этом в масштабах первого века. Сделан из камня. Все ступени из камня. Огромный амфитеатр на склоне холма, вмещающий 24 тысячи зрителей. В то время не было микрофонов, не было усилителей, но благодаря особой акустике 24 тысячи зрителей могли слышать то, что происходит на сцене. Были обнаружены руины этого амфитеатра, которые сегодня можно увидеть. Диаметр этого амфитеатра был более 150 метров. Это было удивительным архитектурным сооружением. Вы можете представить себе все, что происходило в этом городе в то время. И опять же, если бы вы задали целью найти стратегический пункт для распространения Евангелия, для основания церкви, то этот город удивительным образом подходил бы вам для этой задачи. Как я уже говорил, этот город был богат, в нем был развитый средний класс, но много было в нем и бедняков. Этот город оставался очень влиятельным центром древнего мира на протяжении нескольких столетий, но постепенно его влияние начинало уменьшаться. Город был построен на берегу моря, но постепенно море отходило, и сейчас, насколько я знаю, этот город находится на расстоянии 15 километров от берега моря. Поэтому торговая значимость этого города постепенно сходила на нет. Но опять же, мы говорим о том времени, когда этот город был в самом расцвете своего величия. И если вы говорили, что я еду в Ефес на пару месяцев, то это вызывало уважение и даже зависть, что вы увидите красоты этого удивительного города. Вот таким был город, в котором должен был нести служение Тимофей, и в котором столько сил отдал апостол Павел. И сейчас я хотел бы рассмотреть вместе с вами места из Писания, в которых говорится о Павле или Тимофее, когда они несли служение в этом городе и что в этот момент там происходило. Павел обошел этот город во время первого своего миссионерского путешествия, во время второго, вернее, во время второго он ненадолго его посетил, но основательно остановился он в нем во время третьего миссионерского путешествия. И первое место, к которому мы обратимся, это книга Деяний, 18 глава. Поэтому откройте в Библии Деяние, 18 глава. Начиная с 18 стиха. Я прочитаю лишь несколько стихов. Вы можете прочитать всю 18 главу и далее вплоть до 20 главы, чтобы прочитать обо всем, что происходило в этом городе. Но мы с вами будем читать 18 глава с 18 по 23 стихи. Но мы все равно сможем получить представление о том, что происходило в этом городе. Итак, Деяние, 18-18. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акил и Прескила, остригши голову в Кенхреях по обету, достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Вы помните о том, как я говорил, что Павел не боялся споров и смело принимал вызовы. И поэтому он шел в синагоги. Итак, стих 20. «Когда же они просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав, «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме, к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Вы видите, что он пробыл в Ефесе совсем недолго. Ему нужно было идти далее, но он надеялся вернуться в этот город и продолжить начатое. Итак, Павел продолжает свое путешествие. Второе путешествие заканчивается. И мы читаем продолжение этой истории в 18 главе книги Деяний, где говорится о его возвращении. Если вы прочитаете с 24 стиха, то там записано, «Некто иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акил и Прескил приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудею всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос». Итак, здесь не говорится напрямую о Павле, но говорится о плодах его служения, потому что Павел оставил Акилу и Прескилу в этом городе. Они встретили брата по имени Аполло, который учит не совсем полно о Христе. Они его поправили, и дальше мы читаем, 19 глава, «Третье миссионерское путешествие Павла, и Павел намеревается возвратиться в Эфес». 19 глава, первый стих. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес». Итак, Павел возвратился в Эфес, как он иномировался это сделать. «Там он нашел некоторых учеников и сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему, «Мы даже не слыхали, если Дух Святой». Вы можете себе это представить? Вы приняли Святого Духа? А кто такой Святой Дух? Есть чему научить, не так ли? Третий стих. Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечались, «Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Все это происходит в Эфесе. Придя в синагогу, он небоязвенно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Вы только представьте этот диалог. Павел без устали убеждал их о том, кем был Иисус, что Иисус говорил, что Он говорил о Царстве Божьем. Каждый день утром люди спрашивали Павла, «Павел, чем ты будешь сегодня заниматься?» «О, пойду в синагогу». «Может, еще чем и займешься?» «Нет, потому что там происходит самое главное». И вот мы читаем в 8 стихе. «Придя в синагогу, он небоязвенно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господен перед народом, то он, оставив их, отделил учеников, ежедневно проповедовал в училище некоторого тирана. Это продолжалось до двух лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Елены. Именно поэтому, как я говорил, необходимо немного знать об Эфесе. Этот город был торговым центром Древнего мира. Люди приезжали, уезжали, они покупали, продавали, участвовали в обсуждениях. То есть очень много людей могло соприкоснуться с Евангелем. И вот что, по словам Павла, произошло после его пребывания три месяца в одном месте и два года в другом месте. Так что все жители Асии, не только жители Эфеса, все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе. Вы можете себе это представить? За два года и три месяца все, не только жители города Эфеса, но жители всей той области услышали Евангелие. Вы можете представить себя частью такого пробуждения? Я несу служение пастора в одном городе, и наша церковь пытается поддерживать отношения с другими церквами. И мы занимаемся видеослужением. Некоторые церкви достаточно бедны, не могут позволить себе постоянного служителя, и мы записываем проповеди на видео и отдаем этой церкви для того, чтобы они могли смотреть их во время богослужения. Одна церковь находится в 80 километрах от нашей, другая в 100 километрах, и каждое воскресенье они смотрят мои проповеди. Поэтому можно сказать, что влияние нашей церкви распространяется на сколько-то километров, на две церкви. Но Павел здесь говорит, что за два года и три месяца они смогли охватить всю ту страну, всю ту территорию. Это потрясающе. Вот на минутку остановитесь и задумайтесь, когда Бог избирает кого-то на служение себе. Когда Бог избрал Павла и сказал, Павел, ты ревностно стараешься оберегать мой закон, хранить обычаи иудеев, но теперь я посылаю тебя к язычникам, в те места, которые ты даже себе не представляешь. Я думаю, когда в конце своей жизни апостол Павел думал о всех тех путешествиях и городах, которые он посетил, то внутри него было глубокое осознание того, что это Бог совершал все это через него. Кто-то из вас может думать, «Бог не может меня использовать так». Я всего лишь студент. Я очень мало знаю. Мне с трудом удается заработать пропитание для моей семьи. Знаете, скорее всего, Бог не пошлет вас проповедовать перед всей страной, но Бог предназначил для вас совершать определенное служение на том месте, где вы находитесь. Я несу служение в городе, в котором живет всего 7 тысяч жителей, но я делаю то, к чему Бог меня призвал. И Бог приготовил служение для каждого из нас. И пример Павла может быть ободрением для каждого из нас. Если Бог смог столько совершить через Павла, Он может многое совершить и через меня. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Итак, возвращаемся к нашей истории. Мы в 19 главе Книги Деяний. Один из стих. «Бог творил немало чудес с руками Павла, так что на больных возлагали платки, и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китайскихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Вот задумайтесь над тем, что мы только что прочитали. Иудеи думали про себя. Это здорово. Если Павел иудеи может изгонять бесов, то мы тоже иудеи, и мы тоже можем попробовать. И они говорили, «Именем Иисуса, которого Павел проповедует, изгоняю тебя». 14 стих. «Это делали семь сынов иудейского пересвященника Скевы, но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги и избитые, выбежали из того дома». Одно лишь то, что они призывали то же самое имя, что и апостол Павел, ничего не значило, у них не было взаимоотношений с Иисусом Христом. 17 стих. «Это сделалось известно всем живущим в Эфесе иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа и Иисуса». Это заставляет меня остановиться и сказать, «Господь, Ты велик». Люди пытаются что-то сделать именем Иисуса, которого не знают, и ничего не получается, но Бог силен обратить и это во славу Свою. Люди испугались, и вот мы читаем далее, «И величаемое было имя Господа Иисуса». Люди прославляли Бога. Удивительное время в истории. 18 стих. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми». Этим был известен город Эфес, магия, волшебство. Когда в какую-то местность приходит Евангелие и меняет сердца людей, то оно меняет их полностью. Люди сказали, «Нам больше этого не нужно». И все эти книги с заклинаниями, с описанием магических обрядов нам больше не нужны. И вы можете представить себе огромный костер из этих книг посреди города. Можете представить это служение поклонения, потому что люди положили в своем сердце не служить идолам, а служить единому, живому Богу Яхве, Богу, который послал Иисуса Христа. Мы прочитали 19 стих, теперь 20 стих. «С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне». Мы с вами все еще в городе Эфесе. Павел все еще живет с ними в этом городе, но смотрите, как все резко ухудшилось. 21 стих. «Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, «Побыв там, я должен видеть и Рим». И послал в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в Асии». То есть Павел понимает, что пора идти, и он говорит, «Тимофей, Ераста, вы идите, я вас догоню». Но смотрите, что произошло дальше. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господни, ибо некто серебряник именем Дмитрий, делавший серебряные храмы Артемиды, помните, мы с вами об этом говорили, самый прибыльный бизнес в Эфесе состоял в том, чтобы продавать идолов». Итак, некто серебряник именем Дмитрий, делавший серебряные храмы Артемиды, доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше». Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей. Помните, мы говорили о том, что Евангелие распространилось по Асии за два года и три месяца. Павел убеждал, что делаемые руками человеческими идолы не суть боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и вся Вселенная. Итак, начался конфликт. Мы поклоняемся Артемиде. Весь мир поклоняется Артемиде. А этот Павел приходит и говорит нам о другом боге. И если мы что-то не предпримем, то мы потеряем весь наш бизнес. Мы не сможем больше зарабатывать деньги. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Ефесская! Велика Артемида Ефесская!» Противостояние набирало силу. И весь город наполнился смятением. Схватив Македонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Помните амфитеатр, вмещающий 24 тысячи зрителей? И вот, они схватили этих Македонян. Вы были с Павлом? Мы сейчас вам покажем, кто есть кто. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. «Мне нравится это место». Павел говорит, «Я хочу там быть. Я пойду». А ему говорят, «Павел, тебя могут убить, тебе нельзя идти туда». А Павел говорит, «Я хочу быть на хребне волны. Может, это возможность поделиться благой вестью». 31 стих. «Также и некоторые из осийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище». Павел говорит, «Я пойду». А не ему «Нет, ты сошел с ума». 32 стих. «Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались». Вот представьте себе этот амфитеатр. Представьте, что он полон. 24 тысячи зрителей. Один из зрителей поворачивается к другому и спрашивает, «А почему мы здесь?» Тот отвечает, «Я не знаю». Мне сказали, «Пойдем». А мне сказали, что будут раздавать еду. А мне сказали, что кто-то будет выступать. А мне сказали то-то и то-то. Все перепуталось. С одной стороны поклонники Артемиды, с другой стороны поклонники Бога, и большинство просто не знает, что происходит. Итак, продолжаем читать нашу историю. «Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев, из народа был вызван Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу». Он всех успокаивает. Когда все перепуталось, появляется предводитель, который все объяснит. «Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали «Велика Артемида Ефесская!» Два часа кричали». Вот представьте себе, некто желает выступить перед народом. Он встает и говорит «Успокойтесь, присядьте, присядьте». Но потолке пронеслось. «Он иудей! Мы не будем слушать иудеев!» И они стали кричать. Вы знаете, в Америке во время спортивных мероприятий по трибунам проходит волна. У вас тоже такое делают в России, когда зрители встают, поднимают руки, и волна проходит по трибуну. И вот представьте, два часа, не переставая, люди кричали «Велика Артемида Ефесская». Я бы смог продержаться пять минут, но никак не два часа. Итак, это продолжается два часа. 35-й стих. «Блюститель же порядка, успокоив народ, сказал, «Мужи Ефесские, какой человек не знает, что город Ефесс есть служитель великой богини Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемиды на небо крали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными возмущений, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. Он дает понять, если римляне об этом узнают, у нас будут проблемы. Идите домой. И люди, прокричав два часа, разошлись. 20 глава, несколько стихов. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Опять же, я поражаюсь Павлу. Он всегда хочет быть там, где действует Бог. Вот представьте, вы стоите перед толпой из 24 тысяч человек, делитесь с Евангелем, но Бог говорит, нет, Павел, надо идти в другое место. Павел прожил там два года, три месяца, поднялся мятеж, возмущение против Павла, пришло время уходить. Вот вы понимаете, почему мы потратили столько времени, чтобы освежить эту историю? Мы закладываем фундамент, так? Если вы хотите понять, первое и второе послание к Тимофею, вам необходимо понять жизнь, Павла, узнать о Тимофее и понимать, что происходило в этом городе. В этом городе люди фанатично поклонялись своей богине Артемиде, у них был огромный храм, построен ее честь, и все в этом городе вращалось в социальной, нравственной, экономической жизни вокруг этого поклонения. И вот приходит некто с новым учением, с христианством, рассказывая о каком-то Иисусе. И когда мы читаем первое послание к Тимофею, мы чувствуем этот призыв Павла, Тимофей, ты должен оставаться в городе, ты должен сражаться. Люди не будут верить всему, чему мы их учили, Тимофей, но ты должен крепко стоять на этом твердом основании. Ты должен вести сражение, на которое поставил тебя Господь. И мы так долго говорим об этом городе потому, чтобы вы поняли глубину и масштаб того, что Бог совершал в этой части мира. В последний раз город Эфес упоминается в Библии, в последней книге Библии, в книге Откровения. И это важно отметить потому, что значит, что-то произошло в этом городе за прошедшие годы. В этом городе христианство было настолько живым, настолько динамичным, настолько исполненным силой что-то произошло. Вы видите, Павел оставляет Тимофея в Эфесе, чтобы он учил церковь и хранил ее от лжеучений. Но я все же хочу, чтобы мы открыли книгу Откровения и посмотрели, что произошло в этом городе к концу первого века. Откровения, вторая глава, с первого по седьмой стихи. Здесь перечислены семь церквей, к которым написаны послания. И первое послание церкви города Ефеса. Итак, Откровение, вторая глава, стихи с первого по седьмой. Ангелу Ефесской церкви напиши, «Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить разратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Тимофей, тебе надо оставаться в Эфесе, потому что лжеучителя придут, и они будут учить извращенному Евангелию, поэтому, пожалуйста, Тимофей, учи в истине. И мы прочитали о том, что Тимофей оказался верен своему призванию. Верующие в церкви испытали тех, которые называют себя апостолами, и обнаружили, что они не таковы. «Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу, имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам, побеждающему там вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Вы совершаете важное служение, и Бог прославляется в этом. Слава Богу! «Но вы забыли о сердце, вы забыли о любви». И знаете, богословы спорят о том, что же на самом деле означает потеря первой любви. Это мое личное понимание. Я люблю служить Богу в той церкви, в которой Он меня поставил. На самом деле люблю. У нас замечательная, чудесная церковь, но иногда мне нужно делать не два, не три, а двадцать три дела. Во всяком случае, такое создается ощущение. Иногда я думаю про себя, мне нужно сделать это, нужно сделать это, нужно сделать это, и я забываю о людях, которым-то я и призван служить. И я теряю в своем сердце эту любовь к людям. Я делаю что-то, чтобы просто сделать, а не для того, чтобы явить Иисуса Христа во мне. И я не уверен, что именно об этом идет речь, но, как мне кажется, нечто подобное все-таки здесь подразумевается. И я бы призвал всех, кто несет какое-то служение, может, вы преподаете в воскресной школе, может, вы проповедуете, может, вы просто изучаете Слово Божье. Иисус однажды сказал, «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Но познайте не только умом, но и сердцем. И вот какой урок мы можем извлечь, вспомнив о Павле и Тимофее и о церкви в городе Эфесе. Мы можем с усердием нести служение, но никогда не должны забывать о любви, которую Иисус Христос питает к своей церкви. И если мы будем помнить об этом, то это станет надежным фундаментом, на котором будет строиться наше изучение. И мы уже почти готовы, чтобы начать изучать Первое Послание к Тимофею, но вначале короткий перерыв. Мы соберемся и окунемся в текст Первого Послания к Тимофею. Тимофею Тимофею